Ну, безусловно, в аспекте иммунотерапии ковректального рака микросателитная нестабильность носит ключевой характер. Это мы все уже знаем и понимаем. Ну и первый мой вопрос, популяционный. Кому вы проводите в ваших клиниках определение статуса ММР или МСАИ-ХАЙ? Каким пациентам? Никому, поскольку это не оплачивается ОМС. Только при второй стадии, потому что там у пациентов при наличии МСАИ меняется тактика. Всем пациентам перед первой линией, всем перед второй, третьей линией. Только молодым пациентам, только заинтересованным пациентам. Или у вас есть какие-то другие мотивы для назначения определения статуса ММР или МСАИ? Ну, наверное, по вопросу сразу видно, что большинство из Санкт-Петербурга. Потому что если в Петербурге только в двух местах определяют МСАИ, в институте онкологии, в РНСХТ, то, наверное, в других городах с этим еще сложнее. Определить МСАИ просто негде. Поэтому вот ответ, да, что многие определяют всем, многие определяют никому. Ну и, безусловно, когда пациент сам дезинтересован, либо мы думаем о молодом пациенте, это, безусловно, является опцией. Продолжается голосование, да? Ну, все, нет. Голосование закончилось. Ну, начну я, конечно, тоже с данных эпидемиологических исследований. О том, что колоректальный рак является топ-5 заболеванием как у мужчин, так и у женщин. Мы все знаем хорошо это. Такой большой кластер массив больных в наших клиниках. Мы знаем, что в год примерно около полутора миллионов случаев регистрируются на всех континентах. Ну и также не могут не порадовать те данные, что примерно в Америке пятилетняя выживаемость этих пациентов, это тот фактор, который во многих наших старых нас так учили, что 5 лет – это излеченность от заболевания, а то пятилетняя выживаемость достигает 60%. Очень хорошая цифра. Значимые факторы риска. Ну, они нам тоже все известны. Но вот в свете иммунотерапии, конечно, я хочу сфокусироваться на наследственных заболеваниях, на синдроме Линча, на семейном аденантозном полипозе, те заболевания, в основе которых и лежат те нарушения, о которых мы говорим. Но, к сожалению, да, большинство пациентов у нас – это все-таки спорадические опухоли. Треть из них – общая наследственная распредосположенность. А те самые синдром Линча, наследственный неполипозный колоректальный рак, аденантозный полипоз – это всего лишь 3%, да, меньше 1% на каждую патологию. Эмбрионально мы уже знаем, мы уже делим, мы тоже учитываем во всех международных исследованиях, что колоректальный рак – это тоже гетерогенное заболевание. И оно, в первую очередь, эмбрионально-гетерогенно. Мы уже выделяем правосторонние локализации, левосторонние локализации. И это обусловлено тем, что это молекулярная гетерогенность опухоли. Мы знаем, что мутации в правом фланге и в левом фланге, они различаются. Где-то они более ожидаемы, где-то они менее ожидаемы. Мы это тоже учитываем в нашей рутинной практике. А в свете назначения иммунотерапии, конечно, у нас есть специальные предиктивные маркеры. И мы используем уже активную экспрессию PD-L1, как в опухоли, так и в микроокружении. Мы используем, безусловно, микросателитную нестабильность как ключевой фактор эффективности иммуно-онкологических препаратов. Мы, конечно же, знаем все мутационные нагрузки, правда, пока ее не используем, потому что это еще более сложное исследование. Но, тем не менее, это те факторы, которые мы учитываем в качестве предикторов в ответе на иммуно-онкологию. Но если говорить о колоректальном раке, то нас интересует в плане возможности назначения иммуно-онкологии так называемой гипермутированной опухоли. Они встречаются не так часто, всего 16%. Безусловно, да, этот диагноз можно поставить путем секвенирования, тогда, когда мы увидим больше 12 мутаций на одну мегабазу. Но традиционно в клинике суррогатным маркером является микросателитная нестабильность либо дефект репарации ДНК с синдромом Линча, который тоже относится к этой категории пациентов. И, как правило, в клинике мы видим, что это чаще всего правосторонние опухоли, то опухоли с выраженными лимфоидными фильтрациями часто несут в себе бераф мутацию. Так их можно определить клинически. Но что же такое микросателитная нестабильность? Это такое уникальное состояние генома, которое обусловлено нарушением функций генов репарации ДНК. И вследствие нарушения этой репарации появляется в опухоли большое количество вариабельных микросателитов, таких тандемных повторов, которые несут в себе большое количество мутаций и не антигенов. Я вот, на самом деле, к удивлению своему, впервые узнала, когда готовилась к докладу, что нам гистологи и морфологи не могут поставить ГРЭЙ-3 опухоль без определения микросателитной нестабильности, что микросателитная нестабильность – это независимый прогностический фактор, определяющий степень злокачественности толстой кишки. Если схематически изобразить, потому что нам, как клиницистам, это часто непонятно, что это такое микросателитная нестабильность, то вот процесс репликации образования новой дочерней цепи ДНК, где проскальзывают эти вот тандемные микросателитные повторы, они не распознаются, не удаляются, и дочерняя новая цепочка ДНК, она удлиняется на такое количество повторов в опухоли, тем самым, я говорю, каждая из этих цепочек накладывает на себя новую мутацию в опухоли, и таким образом эта опухоль становится гипермутированной. Что делает система репарации, ММР-система? Она представлена четырьмя белками у нас, МСА-2, МСА-6, ПМС-2, МЛХ-1. Все эти белки участвуют в обнаружении ошибки, они ее устраняют, вырезают, и при помощи ДНК полимераз происходит рессинтез ДНК, восстановление цепочек ДНК. Таким образом, эти ошибки у нас из ДНК удаляются. Такое нормальное функционирование этой системы. Как мы можем определить микросателитную нестабильность? На самом деле, да, из лекции наших морфологов, они говорят, что это очень легко, поскольку иммуногистохимически мы можем увидеть выпадение одного из белков. Вот у нас должны быть все четыре белка, они представлены на картине. Если хоть один белок выпадает, это дефицит. То есть мы регистрируем дефицит репарации, тем самым у пациента есть признаки МСА. Либо мы делаем ПЦР и можем амплифицировать эти микросателитные повторы. И путем сравнения опухолевой ДНК с нормальной ДНК, используя 4-5 биомаркеров, мы можем выделить нестабильность двух или более локусов, тогда это будет высокая микросателитная нестабильность. Либо мы можем вообще не увидеть никаких признаков нестабильных локусов, тогда этот тип будет микросателитным стабильным для нас. Ну вот и многистохимический. Я взяла картинку из презентации Раскина Григория Александровича. Он показывает, что такое, как это легко можно заметить. Вот на верхнем рисунке у нас сохраненная экспрессия МСА-6, а на нижнем выпадение МЛН-H1. И на что он обращает внимание? Что при этом методе всегда есть внутренний контроль. То есть вы видите, что если в центре выпадает экспрессия, то в нормальной ткани она есть. То есть это можно всегда для себя, морфолог может подтвердить, что это не случайно какое-то следствие проблемы тестирования, плохой фиксации препаратов, не специфичностью, а что это очень специфично для определения иммуногистохимии. Как часто мы это видим? По данным общей литературы 15-20%. Но это здесь включены пациенты и с диссиминированным, и с второй-третьей стадии заболевания. У нас в Санкт-Петербурге, вот тот же Раскин Григорий Александрович докладывал, эта цифра в районе 8%. И мы спрашивали, почему такая низкая, у нас какая-то другая популяция. Но, конечно, это связано с тем, что мы отправляем таких пациентов. Мы в основном отправляем молодых пациентов на тестирование, заинтересованных пациентов, поэтому это, видимо, цифра у нас отличается. И эти белки, ММР, они функционируют в качестве димеров и наиболее частые выпадения в МС-2 и МЛХ-1. И кому же надо определять микрострелитную нестабильность? Ну, мы все знаем, что определение микрострелитной нестабильности, оно не оплачивается у МС. То есть этот пациент делает сам за свои деньги, либо клиника на себя берет, оплачивает этот результат. Ну, общие рекомендации также нам даны. Ну, во-первых, это все лица младше 50 лет, потому что мы должны выявить синдром Линча, это очень важно для их родственников. Мы должны эти категории пациентов о них знать. Это пациенты старше 60 лет, но у которых есть критерии БТС. Это либо митохронные опухоли, либо наличие наследственного анамнеза. Это аденокарцинома кишки второй стадии. Мы в наших гайдлайнах русских видим тоже, что при наличии у пациента микрострелитной нестабильности у этих пациентов нет эффективности стандартных 5-терпимединах. Мы им не должны назначать адювантную химиотерапию, должны наблюдать. Ну, вот морфологи нам тоже говорят, что мы можем и морфологически заподозрить, читая гистологический отчет, мы можем заподозрить МСИА, увидев большое количество перитуморальной лифоидной инфильтрации. Но, правда, для этого гистолог нам нужно это написать, потому что я, например, очень редко вижу описание лимфоидной инфильтрации в опухоли. Мы должны увидеть большое количество внутриопухолевых лимфоцитов. Мы должны увидеть муцинозную опухоли. Я вот, что Лагидна знает, особенно люблю муцинозную опухоли, потому что они либо очень благоприятны за счет МСИА, либо очень неблагоприятны за счет БИРАФа. Любой вид очень злокачественной опухоли. Ну и правосторонняя локализация, там просто МСИА встречается чаще. Ну, безусловно, даже без наследственного анамнеза мы можем у пациента диагностировать синдром Линча. Для этого есть такой вот морфологически нам предложенный алгоритм. Он сложный, я не буду на нем останавливаться, но, тем не менее, он разработан. И даже если у пациента нет в анамнезе никаких предпосылок, мы все-таки этот диагноз можем ему установить. Какое влияние МСИА оказывает на колоректальный рак? Ну, я уже сказала, да, что всего лишь в 4% случаев он встречается при митостатическом заболевании, характеризуется четкими морфологическими особенностями, практически не встречается в прямой кишке. А синдром Линча – это еще реже ситуация, всего 3% пациентов. Это, как правило, ассоциировано с герминальной мутацией. В MLH-1 у этих пациентов крайне высок рекорд развития колоректального рака. Для чего нам нужен МСИА? Для того, что мы можем его использовать в качестве прогностического биомеркера, чтобы знать, прогнозировать для себя длительность выживаемости пациента. А мы можем его использовать с предиктивной целью, чтобы представлять себе возможности лечения у этого пациента. Если мы посмотрим, какие маркеры являются предиктивными и прогностическими при колоректальном раке, мы знаем, керас мутации, мы давно ее используем. Но тем не менее вы видите, что и МСИА-ХАЙ опухоли – это как и прогностический маркер для колоректального рака, так и предиктивный маркер. В чем прогностический потенциал? В том, что это благоприятный очень фактор для пациентов с ранними стадиями. В чем отрицательный? В том, что для колоректального рака МСИА-статус – это фактор неблагоприятности. Ну и предиктивный маркер, мы знаем сейчас очень много исследований, сейчас о них скажу, о том, что у этих пациентов почему-то малоэффективна химиотерапия. Но у них очень поразительно эффективны иммуно-онкологические препараты. В чём неблагоприятный прогноз у пациентов МСИ-ХАЙ при метастатическом раке? В том, что каждый третий пациент несёт себе бироафмутацию. Как мы все знаем, бироафмутация – это очень плохое событие для пациента при коврактальном раке. Но парадигму лечения коврактального рака я рассказывать не буду. Хочу только остановиться на том, что в NCN-гайдлайне даже в первой линии для пациентов МСИ-ХАЙ есть такая опция, что если они не кандидаты для химиотерапии, у них должны быть использованы ингибиторы чекпоинтов. Определять, не определять МСИ-ХАЙ – у них также в гайдлайне такого вопроса не стоит – определять всем. Ну и, безусловно, при прогрессировании пациента на второй линии химиотерапии обязательно определение с назначением ингибиторов чекпоинтов у пациентов с выявлением этого статуса. Наши рекомендации русско. Да, у нас в рекомендациях русско это тоже стоит. На фоне прогрессирования, на фоне двух линий, третьим этапом, третьим линием для пациентов, имеющих дефицит ММР или МСИ-ХАЙ, мы должны назначать пемпорализумаб или неволомаб. Ну вот, пемпорализумаб у нас не зарегистрирован в Российской Федерации, но в рекомендациях он есть. Неволомаб пока остается единственным зарегистрированным препаратом для этой группы пациентов Российской Федерации. Ну и, собственно говоря, о том, что я уже сказала, если мы посмотрим на анализ всех крупных наших исследований по колоректальному раку, Кайра, Коин, Фокус, да, мы всем увидим, что пациенты с дефицитом, микросателитные пациенты, они живут значительно хуже на фоне химиотерапии. У них химиотерапия неэффективна. Ну, обоснование эффективности иммуно-онкологических препаратов, оно тоже нам понятно, да, что если у пациента большое количество мутаций в опухоли, то у него большое количество неонтигенов выделяется. Поэтому эти опухоли очень хорошо распознаются иммунной системой, в этих опухолях повышена экспрессия ПДЛ-ресепторов, в этих опухолях ожидается высокая эффективность чекпоинт-ингивиторов. Вот то самое исследование, где сравнивался НИБУМА в комбинации с ИПЛИМУМАБом, но эта опция еще не зарегистрирована, в отличие от НИБУМАБа в иммуно-режиме. Вы видите популяцию больных. Здесь были как больные с керасмотацией, как с диким типом. У всех пациентов было проведено лечение всеми активными химиопрепаратами. Там были ПДЛ положительные, ПДЛ отрицательные пациенты в группах. Но и вот сравнение с предшествующей химиотерапией. И вы увидите, что если частота объективных ответов не отличается, то посмотрите, какая длительность ответа. На химиотерапии 15 месяцев предшествующей, а на ингибиторах чекпоинт в два раза больше практически. У тех пациентов, у которых удается достичь регресса очагов, этот регресс сохраняется длительно. Мы всегда привыкли, что у иммуно-терапии надо ждать эффекта, ждать ответа. Но в этом исследовании показано, что ждать особенно не нужно. У всех пациентов первый ответ происходит в первую оценку практически. И если он происходит, то он у них очень длительно и стабильно сохраняется. Ну вот время беспрогрессирования и общая выживаемость. Сильно предлеченные пациенты, триллиниевые анамнезы у большинства пациентов. 12-месячная общая выживаемость – 73%. Но на фоне химиотерапии, наверное, вы согласитесь, таких результатов достичь просто невозможно в четвертой линии. Но у этих пациентов эти препараты очень эффективны. И самое, что интересно, мы привыкли, что ПДЛ-статус у положительных ответ лучше. Мы знаем, что керазмутация – это неблагоприятное событие. Но при этом по данным результатам показали, что препарат работает как у пациентов мутированных, так и не мутированных, с положительных, с отрицательным ПДЛ-статусом, с наличием синдрома Линча, без наличия синдрома Линча. То есть эти препараты работают у всех. Ключевым событием является микросателитная нестабильность. Ну, профиль безопасности препаратов нам всем известен. У МАПа мы уже давно активно работаем. Препарат безопасен, хорошо переносимый. Я пролистаю сейчас, про сколько времени закончилось, со слайдами. И хочу показать данные центрального слепого рассмотрения о том, что если наблюдать за пациентом дольше, то у него есть вероятность того, что ответ углубится. И вы видите, что при наблюдении в 13 месяцев полный ответ у трех пациентов, а при наблюдении в 21 месяцев – у 19. Вы видите, что у 80% пациентов ответ продолжается очень долго – 12 месяцев. Вы видите, что те пациенты, которые прожили 12 месяцев, те, скорее всего, проживут и 18 с той же частотой и вероятностью. Мы всегда говорим, что стабилизация заболевания – это хорошо. Это действительно хорошо, но полный ответ у этих пациентов еще лучше. Посмотрите, это уже не кривая, это уже прямая. Эти пациенты, у которых достигнут частичный ответ или полный ответ, они живут без соведения. Но поскольку неулмаб не единственный препарат, у нас есть пембролизумаб, он не зарегистрирован на Российской Федерации, но исследования есть, и мы знаем, что в 2015 году для МСАИ положительных опухолей, неважно, где эта опухоль – в кишке, в эндометрии, в желудке, регистрация пембролизумаба была прорывной, она зарегистрирована по прорывным показаниям. И на пембролизумабе вы видите то же самое, 12-месячную выживаемость пациентов – 7-6%. Те же цифры, такие же высокие результаты. Вы видите такой же регресс очагов, вы видите такие же длительные стабилизации, такое же большое время до времени прогрессирования общей выживаемости. И вот я хочу представить демонстрацию клинического случая. Это пациенты, наши коллеги из Берлина представляли пациента с раком прямой кишки, у которого заболевание сначала лечилось химиолочевым стандартным методом, после рецидива он получал один из самых эффективных режимов, в которых у нас есть по фоксири с бивоцизумабом, эффект был прогрессированием. У пациента был синдром Линча, и когда ему назначили пембролизумаб, после шести введений у него случился полный ПЭТ-ответ. Этого больного прооперировали, и этот полный ПЭТ-ответ был подтвержден полным патоморфозом опухоли. То есть эффективность препаратов у этих групп и пациентов, она такая вот беспрецедентная. Ну и, собственно говоря, закончу свой доклад, хочу спросить у вас. Да, мы знаем, что у него УМАП зарегистрирован для 9 показаний. Мы знаем, что есть меланома, очень востребованная для этого лечения. Мы знаем, что есть рак лёгкого, который очень востребован. Вот считаете ли вы, что это лечение доступно в вашей клинике для лечения пациентов с колоректальным раком с признаками микросателитной нестабильности? Или с дефицитом репарации ДНК? Ну, это, наверное, и верно. В чём-то это доступно, в чём-то пока это ещё только наше будущее. Но то, что это надо определять, таких пациентов искать и им назначать, это, наверное, вопрос такого не стоит. Надо только такого пациента найти. Спасибо. 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 Спасибо.